Километры лесного массива Совершенно один в лесу Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Смирнов Наверное, нет таких людей, которые бы ни разу в жизни не бывали в лесу В лесу мы собираем грибы и ягоды Лес – место нашего отдыха Ходим в походы, на турслеты, мы тоже в лес Но, к сожалению, не все знают, как правильно ориентироваться в лесу Что с собой нужно брать Как вести себя в чрезвычайной ситуации, если вдруг вы поняли, что заблудились И как превратить время своего пребывания в лесу не в борьбу за жизнь А просто в приятное времяпрепровождение Ежегодно в России пропадает около 100 тысяч человек Только представьте, насколько это большая цифра Большое количество людей во время прогулки по лесу Или просто сбора грибов и ягод Не замечают, как заходят в лес все дальше и дальше В итоге понимая, что заблудились И найти обратную дорогу из леса они уже не смогут Сегодня я начинаю новый цикл передач Который называется «Один в лесу» С каждым выпуском я буду рассказывать вам Как выжить в лесу и не отчаиваться и паниковать В самых сложных чрезвычайных ситуациях Ну что ж, мое путешествие начинается Я отправляюсь в путь Ну а вы внимательно следите и запоминайте Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ситуаций, в которых вы можете оказаться вдали от населенных пунктов Может быть очень много Будь то крушение самолета посреди леса Или поломка автомобилей Или, например, поход туристов в лес с ночевкой и так далее Конечно, выжить летом в лесу гораздо проще, чем зимой Во-первых, летом тепло Во-вторых, проще найти пропитание В-третьих, построить жилище тоже достаточно просто К тому же, летом работает гораздо больше признаков По которым можно ориентироваться и найти выход из леса Но так уж получилось, что вы попали в лес именно зимой А точнее сказать, в предзимье в это время года Когда снега не так уж много А холода стоят уже довольно сильные Среднемесячная температура в ноябре составляет от минус 9 до минус 14 градусов А абсолютный минимум на Урале составил минус 34 градуса В первой и начале второй декады ноября Обычно появляется первый снежный покров Высота которого к концу месяца может уже достигать от 9 до 17 сантиметров Итак, сегодня я расскажу вам Как защититься от холода в это время И найти выход из зимнего леса Но прежде всего я расскажу вам Как стоит одеваться, собираясь в лес И какими должна быть одежда и обувь Обувь должна быть удобной Плотно сидеть на ноге Лучше всего в ботинки пододеть Одну-две пары шерстяных носков В обуви должны обязательно быть Теплые стельки Лучше всего для такой погоды Подходят кожаные ботинки на шнурках Или как у меня на замке Если Сильные морозы И глубина снега достаточно большая Лучше всего одевать валенки Верхняя одежда должна быть Влагонепроницаемой Что же касается цвета То лучше одевайте яркую одежду И будет лучше Если она будет отличаться От цвета окружающего вас ландшафта В случае опасности Вас так быстрее заметят Шапка должна плотно закрывать лоб и уши Лучше если она будет вязаная Для рук подойдут ходовые рукавицы Или обыкновенные перчатки Попав в экстремальную ситуацию Старайтесь ни в коем случае не намочить свою одежду Итак Идете вы уже давно А окружающий вас пейзаж не меняется Наоборот Лес становится Все гуще Света становится все меньше Вы дезориентированы И не помните Сколько времени Вы двигались Когда вы поняли Что заблудились Ни в коем случае не паникуйте И не впадайте в уныние Найдите какой-нибудь пень Или поваленное дерево Присядьте на него Соберитесь И оцените ситуацию Вспомните свой путь Так Помню как я заходил в лес Там были отдельно стоящие деревья По-моему сосны Вместе с березами Помню шел по просике Потом сосновый лес Все гуще и гуще Гуще и гуще Я ничего не помню Нужно как-то ориентироваться Если вы не помните свой путь Вам придется взять строгое направление И двигаться согласно ему Чтобы найти ориентир В такую погоду Отлично подойдет отдельно стоящее дерево Сейчас я вам расскажу Как ориентироваться в зимнем лесу Вот отличный ориентир Это одинокое стоящее дерево И укажет нам дорогу Смотрите Наиболее интенсивно Мох растет на дереве С северной стороны Значит В этом направлении Север В том юг Что ж Будем держать строго на север Если нет никакой возможности Развести огонь Вам нужно будет соблюдать Несколько важных правил Помните Пока вы двигаетесь Вы будете жить Субтитры подогнал «Симон» Любое тело вырабатывает достаточно энергии Чтобы выжить при любом морозе Вам нужно будет двигаться Иногда останавливаясь Чтобы сделать несколько поседаний При этом Вы будете тратить много калорий Наденьте на себя Все, что сможете найти Плотно застегнитесь Замотайте голову и шею Когда вы идете Старайтесь запомнить Заметные предметы Развилки троп Перекрестки дорог Засечки на деревьях Характерные особенности рельефа Старайтесь дышать носом В пути Не ешьте холодный снег Лучше придумайте Как растопить его Сегодня я с собой взял Бутылку Небольшую Пол-литровую Если у вас нет с собой Ни фляжки И ни бутылки То вполне вероятно Найти их в лесу К сожалению Сейчас такая ситуация Что в лес Выбрасывают Очень много Мусора Итак У вас есть Пол-литровая Бутылка Наполните Эту бутылку До краев Снегом Сейчас я это сделаю Теперь закрываем крышку И кладем ее Ближе к телу Очень хорошо Если в вашей курточке Окажется внутренний карман Если нет То можно просто Положить Внутрь куртки Плотно укутать Прижать к телу И держать руками Так у вас будет Источник питья Почувствовав Что вспотели Уменьшите скорость движения Ненадолго Остановитесь И осмотритесь Если у вас Замерзли руки Можете погреть Их на животе Если наступила ночь Не останавливайтесь На ночлег Зимой На морозе Без огня Вам нужно Продолжать идти Если вы Выбились из сил Не старайтесь Ползти Так вы можете Потерять ноги Чтобы вам не было Скучно Вспомните Какую-нибудь Бодрую Веселую песню И не громко Напивайте Веселую Помните Человек В состоянии Непрерывно Двигаться 20 часов Если Средняя скорость Человека Ровна 5 км в час То за 20 часов Вы пройдете 100 км В этом случае Шанс Выйти к населенному Пункту Приравнивается К 100% Идите в строго Определенном Направлении Никуда не сворачивая Все прямо И прямо Но Хочу обратить Ваше внимание На один Очень интересный Факт Дело в том Что Человек Человеку Свойственно Ходить кругами А почему А почему Это получается Да все Из-за того Что правая Нога человека Делает шаг Шире Левой И поэтому Со временем Получается Круг Чтобы не попасть На удочку И не сделать Такую ошибку Старайтесь Делать засечки И создавать Ориентиры А лучше всего Привязать к себе Веревку Или что-то Наподобие Ее И так Вы увидите Делаете ли вы Круг со временем Или нет Ориентируйтесь По следам Животных Большинство Из них Ходит Исключительно По тропам Не тратьте Лишний раз Энергию Если на вашем Пути попадаются Хребты Овраги Горы Не старайтесь Идти По ним Лучше Обойти Ведь Как гласит Известная Поговорка Умный В гору Не пойдет Умный Гору Обойдет Только посмотрите Какая Красивая Ель Стоит За моей Спиной Периодически Останавливайтесь И прислушивайтесь К звукам Они Помогут Вам Сориентироваться Шум Поезда Слышен За 10 Километров Гудок Локомотива Или Сирена За 7 10 Километров Выстрел До 8 Километров А свет Карманного Фонарика До Полутора Километров Если Вы нашли Широкую Тропу Не сходите На узкие Тропинки Даже 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 если Вам Кажется Что Они Сократят Ваш Путь Но Если Вдруг Вы Сбились С пути Выйдите По своим Следам Обратно И Проанализируйте Свой Путь Если Есть Большое Дерево И Есть Желание На него Забраться Заберитесь И Осмотритесь Вокруг Но Помните Не стоит Забираться На дерево В равнинном Лесу Это Просто Пустая Трата Времени И Энергии Если Вы Вышли К реке Или К ручью Двигайтесь Вдоль Его Берега Если Вы Увидите Просвет Двигайтесь В этом Направлении Это Могут Быть Просеки Или Линии Электропередач Они И Помогут Вам Выйти К Населенному Пункту Похоже Я Нашел Сегодня Выход Из Леса Это Действительно Линии Электропередач И Ведут Они Действительно К Населенному Пункту Итак Думаю Я Понятно Рассказал Вам Как Выжить В Зимнем Лесу Без Еды Костра И Укрытия Используя Только Свои Собственные Силы Для Передвижения Надеюсь Если Вы Попадете В Такую Ситуацию Вы Сможете Правильно Сориентироваться И Найти Выход Из Леса Ну И Напоследок Расскажу Несколько Правил Поведения В экстремальной Ситуации Первое Правило Умейте Предвидеть Опасность Второе Умейте Думать И Придумывать Третье Будьте Самостоятельными Четвертое Умейте Контролировать Своё Поведение Пятое Быстро Принимайте Решения Ну И Наконец Шестое Самое Важное Правило Никогда Не Сдавайтесь Ищите Другие Пути Вот Он Этот Сладостный Момент Этот Путь К Свободе Который Я Проделал Сегодня Чтобы Рассказать Вам Все Секреты Выживания В земном лесу Что ж Сегодняшний Выпуск Подходит К Концу Кто-то Сидя Сейчас В уютном Кресле Подумает Да Зачем Мне Это Я Не Собираюсь Идти Ни в Какой Лес Ни в Какие Горы Но Ведь Никто Из Нас Не Застрахован И Неизвестно Что Может Случиться С нами Завтра Скажу Я Вам Заблудиться Можно И в Трех Шагах От Дома А Как же Авиакатастрофы И Аварии Они Могут Случиться Где Угодно И В Пустыне И В Непроходимой Тольге Нужно Быть Готовым К Любой Ситуации В Которую Вы Можете Попасть И Легко Найти Из Нее Выход Старайтесь Не Попадать В Экстремальной Ситуации А Если Все Попали Умейте Найти Выход Из Них Вы Смотрели Программу Один В Лесу Секреты Выживания Меня зовут Вячеслав Смирнов Помните Ваша Жизнь Зависит От вас Самих Смирнов 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 В Камин Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»